Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья! Сегодняшний воскресный день является последним днём уходящего гражданского 2021 года. В завершение наступающей недели наступит Новый год. Давайте поразмышляем с вами об этой дате сегодня. Ведь во многих странах Новый год начинается по-разному. В Азии есть свой Новый год, который отмечается поздней осенью. Есть старый Новый год и другие летоисчисления времени. Это всё человеческие сроки, человеческие даты, наши земные отсчёты, составленные так, как удобно нам. Однако эти знаки, эти вехи напоминают нам о том, что хотели обозначить люди. Какой бы год ни начинался, церковный или гражданский, восточный или западный, люди всегда хотели отметить стремительный бег времени. И Священное Писание постоянно напоминает нам, напоминает о том, какое значение имеет в жизни человека время. Мы в него погружены, как тело в быстро текущую реку. Время необратимо, его нельзя повернуть вспять. Время неостановимо, каждую долю секунды оно продолжает снестись вперёд. Вся наша жизнь погружена во времени и от времени зависит. Только Господь находится над временем, над этим потоком, в своём бесконечном царстве света. И мы читаем в Священном Писании, что у Бога тысячи лет, как один день, и один день, как тысяча лет. Между тем, для нас с вами иногда минуты и час могут длиться, а годы иногда пролетают совершенно незаметно. Мы с вами рабы времени, и освободиться от него не можем. Тем не менее, раз есть воля Божья жить нам в этом времени, в это время, мы должны помнить, что именно в Нём проходит вся наша жизнь, и совершаются все наши дела. Мы должны принять отпущенное нам время, как великий, бесценный дар. Никто из нас не знает, какой отрезок жизни нам дан, сколько мы проживём. Необязательно это должна быть смерть. Это может быть момент испытаний. Это может быть критический, трудный миг нашей жизни, когда все наши деяния и помыслы, всё, чего мы достигли, всё это взвешивается на весах правды и верности. Приходит Господь и требует от нас отчёта, как мы прожили свою жизнь, как мы употребили отпущенное нам время. И тут оказывается, что потеряли мы его беспечно много. Мы были похожи на тот воз или машину, которая везёт в ценный груз, небрежно рассыпая и теряя его по дороге. Все мы, люди века сего, торговцы и банкиры, коммерсанты и землепашцы, работники государственных учреждений и частных предприятий, одним словом, все подводим итоги за прошедший год. Подводим их, чтобы представить себе, что в прошедший год времени мы получили, что сделали и что остаётся в наступающем году. Вот давайте сейчас и мы с вами поступим подобным образом, но прежде всего в преломлении к духовной жизни. Подводя итоги тому, что мы получили от Бога и от людей в прошедшем году, что сделали мы в отношении Бога и людей, что мы сделали для собственной души и с чем мы встречаем наступающий год, что нам осталось сделать. Что же получили мы в прошедший год от Бога? Главное – целый год возможности покаяния. Тогда, как многие, не приносящие плода смоковницы, садовник срубил, нас же, ленивых и грешных, Господь целый год терпел в Своём саду и в Саду Земной Церкви также, ожидая нашего обращения, цветения и плодоношения, принесения плодов. Вспомним каждый по мелочам всё, что было с нами в прошедший год. И, вспомнив, мы увидим множество доказательств промыслительной заботы и любви к нам Бога. Одного, несмотря на приговор врачей, Господь подымал от смертного ложа. Другой избежал сокращения и лишения работы, а отсюда – нужды. Иному возвращался семейный мир, налаживались добрые семейные отношения. Многие в дне скорби и уныния получали неожиданное утешение. Нет возможности перечислить всех благодеяний, которые Бог посылает нам, людям. И обильный урожай, и хорошая работа, и добрый друг в беде, и слёзы покаяния во грехах, и крепость в скорбях, и надежда в страданиях, и участие ближнего, и материальные помощи, поддержка – всё это – милости Всевышнего Промыслителя, бывшие в мимошедшее время уходящего года. Немало милости, явленной нам и ближним нашим, их и перечислить невозможно. Здесь и участие в беде, и помощь материальная, и ласковое слово, и бодрящее наставление. А сколько же мы с вами сделали в прошедшем году? Вот давайте рассмотрим наши обязанности по отношению к Богу. Вера в Бога. А крепла ли она? Не сомневаемся ли мы в бытии Бога, в Его благости, всемогуществе, всеведении, надежда на Бога? Возлагаем ли мы свою надежду на Него? Предаем ли себя всецело Его воле? Не творим ли своей воле, сознавая, что она часто противна воле Его? Не унымаем ли и не отчаившим ли мы в бедах? Живем ли надеждой на вечную жизнь, любовь к Господу? Занимает ли она в нас первое место? Любим ли мы Господа более всего? Уготовили ли мы свое сердце, очистив Его от страстей, для храмины Господу нашему? Творим ли мы волю Его? Слушаем ли глаз Его? Выражая этим любовь к Нему? Помним ли мы Его страдания за нас? И чем стараемся возблагодарить Его за эти страдания? В каких делах выразилась наша любовь к Нему? А теперь рассмотрим и наши обязанности по отношению к ближним. Что сделали мы для духовного блага ближних своих? Заботились ли мы о душе ближних своих? Сколько душ спасли от гибельного пути неверия и греха? Кому помогли побороть его страсти и отстать от греха? Кого подкрепили в скорби, утешили в горе, направили в недоумении, спасли от отчаяния? И о многих ли мы горячо молились? Кому оказывали мы материальную помощь? Накормили ли мы голодного? Напоили ли жаждущего? Приютили ли странника и отделили нагова? Посетили ли больного и понесли ли передачу заключенному? Не забывали ли вдовицы и не пренебрегли ли сиротой? Какую копейку уделяем или отдаем нищему? Наконец, вспомним об обязанностях в отношении своей собственной души. Заботились ли мы о спасении души? Боролись ли со злыми навыками? Корчевали ли свои страсти? Очищали ли душу свою от грехов? Звали ли святое покаяние? И возлюбили ли токи слез души? Внимали ли святым семенам евангельского учения? Часто ли посещали храм, дома молитвы? Адры умирающих, дома страждущих? То есть те места, которые научают христианскому благочестию, истинному покаянию и смирению. Украшали ли убогую душу христианскими добродетелями? Починили ли одежду крещения, разодранную грехами? Давали ли возможность семенам учения Христова принести плоды? Старались ли в своих сердцах удержать и принять их так, чтобы они могли принести плод много? Друг, итак, душа, дано тебе еще время для покаяния. Сбросим же одежды греха и страстей, омоемся слезами и облечь в одежды святой любви всесовершенного смирения и дел милосердия. Да пощадит нас Христос Бог, простит наши лютые грехи, очистит своей благодатью и воспримет нас в свои вечные обители. Как это важно накануне наступающего Гражданского Нового Года поразмышлять подобным образом. И в завершение мне хочется пожелать, размышляя так, чтобы мы все наши силы, все наши дарования употребили на служение Господу. Это означает, что все, что мы совершаем, мы совершаем во славу Божию. И труд, и заботы о других, и молитва, и всякое дело. И всякая встреча, и отдых – все может быть перед лицом Божьим и во славу Божию. Ведь все в нашей жизни – и молитва, и труд, и радость, и скорбь – путь человеческой жизни, который должен проходить под знаком Божьим. Все должно находиться перед лицом Христовым. И тогда каждый день, каждый час, каждое мгновение заполнится Его священным присутствием. И не будет ни одного дня, ни одного часа и мгновения, в которые бы мы жили без Бога, вне Бога, вне Бога, вдали от Него. И тогда наша жизнь окажется не просто существованием от рождения до смерти, а будет трудом, работой, созиданием для Бога, восхождением на гору Господню, где ждет нас Отец Небесный, который скажет каждому, кто потрудился по мере сил. Добрый, рабе и верный, в малом Ты был верен, над многим Тебя поставлю. Войди в радость Господа Твоего. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok